На телеканале ОЗРепорт ТВ информационная программа 7.24 в студии Сабина Селямиева. Здравствуйте. Национальный центр Узбекистана по вопросам человека совместно с законодательной палатой Оли Мажлиса организовал научно-практическую конференцию. На повестке дня повышение ответственности исполнительной власти перед парламентом по вопросам прав человека. Цель изучения законодательства по эффективному взаимодействию парламента и исполнительной власти в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека в Узбекистане и Германии. Отмечалось, что системное взаимодействие парламента и органов исполнительной власти основывается на конституционно-правовом механизме, который является необходимым атрибутом любого государства. Депутаты подчеркнули, что парламентарии ежемесячно выезжают в регионы для осуществления системного контроля за ходом рассмотрения обращений и решений проблем граждан, а также анализа деятельности органов исполнительной власти. Реформы в области административного права и судопроизводства обсудили в Центре стратегии развития. Эксперты изучили опыт Японии в этом вопросе. Среди спикеров профессора Ногойского университета, университета Рюкоку, а также отечественные специалисты. Они говорили о преобразованиях в области судебно-правовой системы Узбекистана, кодификации ее влияния на административное право в странах Азии с переходной экономикой, юридическом толковании в административном судопроизводстве Японии. Кроме того, они обсудили перспективы сотрудничества по реализации совместных проектов по дальнейшему совершенствованию судебно-правовых реформ в Узбекистане. Шестая национальная информационная библиотечная неделя «Инфолип-2017» стартовала в Ташкенте. В рамках недели состоятся профессиональные мероприятия для информационно-библиотечных специалистов, презентации книг и учебно-методических пособий, творческие встречи с народным артистом Хайрулой Лутфулаевым, поэтессой Умидой Абдуазимовой. Участники мероприятий узнают о возможностях обучения в России образовательных грантах Японии и Германии. Ежегодное проведение национальной информационно-библиотечной недели повышает уровень информационной культуры, способствует сохранению культурного наследия республики, популяризации чтения. Книга «Самая великая вещь», созданная человеком. В связи с этим на вас, уважаемые сотрудники информационно-ресурсных центров, занимающихся просвещением народа, в том числе молодежи, возложена большая и очень ответственная миссия. Поздравляю всех участников с началом шестой национальной информационно-библиотечной недели. Программа «Инфолип-2017» очень насыщенная. Традиционные бетгеровские чтения объединяют библиотекарей и сотрудников национальных библиотек из разных стран в целях обсуждения путей сотрудничества. В рамках недели пройдет вечер поэзии и музыки, посвященной памяти Шарафа Рашидова, Иркина Вахидова и Камилджона Атаниозова. Интересный «Инфолип-2017» обещает быть и благодаря тренингам семейного и подросткового психологов, которые расскажут о библиотерапии и развитии навыков вдумчивого чтения. Энергетическая политика занимает одно из центральных мест в системе внешнеполитических действий стран. Повышение роли энергетической дипломатии связано с увеличивающейся потребностью в энергоресурсах. Современную мировую энергетическую дипломатию, состояние, проблемы и тенденции ее развития обсудили в Университете мировой экономики и дипломатии. Какая отрасль остается одной из важнейших в мировом хозяйстве и какой вид топлива наиболее перспективный, расскажем далее. За последние 100 лет потребность в энергетических ресурсах возросла в 22 раза, когда реальный доход на душу населения в 25 раз. Численность населения увеличилась в 4 раза. Отсюда следует, что спрос на электроэнергию, газовую, нефтяную и угольную промышленность также увеличился, отметили участники круглого стола. Среди спикеров магистранты ВУЗа, в частности Дельноза Хонтактиева, остановилась на вопросах, связанных с развитием и перспективами мировой угольной промышленности, отметив, что на сегодняшний день уголь занимает второе место в структуре мирового энергопотребления. Рынок угля более конкурентен, чем нефтяной и газовый, так как его месторождения имеются на всех континентах. В Узбекистане же угольная промышленность – одна из ключевых в экономике страны. Республика обладает достаточно большим запасом угля. По предварительным данным, должно хватить на 395 лет. Если учитывать разведанный запас угля, если учитывать прогнозный запас угля, то данного количества угля может хватить более чем на тысячи лет. Данная отрасль остается одной из важных в мировом хозяйстве. Принимая во внимание тот факт, что запасы угля в разы превышают общее количество других энергоресурсов, а также ограниченность их запасов, уголь в будущем будет, скорее всего, занимать одно из лидирующих мест в мировом топливно-энергетическом балансе. Спикеры рассказали о том, что природный газ является перспективным видом топлива с учетом огромных его запасов в шельфовой зоне. Кроме того, природный газ – самый экологически чистый вид минерального топлива. Практически идет сотрудничество между всеми странами в энергетическом секторе. Если взять угольную промышленность, то она рассредоточена по всему миру. Есть страны, которые больше всего имеют запасы угля. Это Китай, Соединенные Штаты Америки. И они экспортируют очень много угля, в том числе и Малайзии, Индонезии и так далее. Что касается нефтяных газовых ресурсов, они больше всего сосредоточены, конечно, в странах Ближневосточного региона. Узбекистан также активно подключается к этому вопросу. Он активно сотрудничает с соседними странами. Вы сами прекрасно видите, что наш президент в последнее время посетил соседние регионы. И там один из важных вопросов был именно энергетический сектор, развитие транспортной инфраструктуры, по которым транспортировка идет энергетических ресурсов. В угольной промышленности мы самодостаточны, здесь все у нас есть. Но у других ресурсов вы прекрасно тоже знаете, что мы подписали соглашение с Россией, Казахстаном, откуда будет поставка идти нефтересурсов на наши нефтеперерабатывающие заводы. В центре внимания участников круглого стола были и анализ развития современной мировой нефтяной промышленности, место сланцевого газа в мировом энергобалансе, а также роль атомной энергетики в развитии мирового энергетического сектора. В Ташкенте стартовал международный пилотный автопробег по маршруту Ташкента-Дижан-Ош-Иркиш, там Кашгар. Интерес к его проведению не только спортивный, но и экономический. Караван из девяти грузовых автомобилей должен положить начало новому этапу грузовых перевозок между Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем. До конечного пункта назначения китайского Кашгара колонна, преодолев почти 900 километров, доберется в течение двух дней. Диверсификация внешнеторговых маршрутов и значительное снижение сроков поставок груза в Центральную Азию – вот в чем, по мнению официальных гостей, важность запускаемого коридора. Это событие, я считаю, имеет огромное историческое значение, потому что коридоры Китая, Кыргызстана и Узбекистана сейчас наконец-то открылись, и это отражение, возрождение Великого Шелка Будди. Это будет продвигать сотрудничество экономическое, социальное и даже политическое сотрудничество в нашем регионе. В настоящее время перевозки между Узбекистаном и Китаем осуществляются преимущественно железнодорожным транспортом через казахстанско-китайские пункты пропуска. Это и значительные расходы, и издержки во времени. Например, стоимость перевозки одного контейнера железнодорожным транспортом по маршруту Харгос, Китай, Алтынколь, Алматы, Казахстан, Ташкент, Асака, Узбекистан, протяженностью в 1570 километров составляет более 2600 долларов, что по предварительным расчетам на 20% выше по сравнению с его перевозкой автомобильным транспортом по маршруту Кашкар-Андижан. При благоприятных климатических условиях и отсутствии возможных очередей на пограничных переходах транзитное время в пути по всему маршруту займет около двух дней, при средней скорости движения автокаравана 50-60 километров в час. Открытие нашего коридора дает очень много возможностей. Это в первую очередь развитие торгово-экономических связей, повышение транспортного и транзитного потенциала, прежде всего, Узбекистана, Кыргызстана и Китайской народной республики. Этот коридор позволит нам существенно сократить перевозки и расстояние для перевозки наших внешнеторговых грузов в направлении Китая и далее Юго-Восточной Азии. Открытие данного коридора является практическим результатом межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении, подписанного в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мерзьёева в Китай. Дворец творчества молодежи стал площадкой для проведения фестиваля детского технического творчества. Со всей республики съехалось свыше 100 самых талантливых учеников, чтобы показать свои технические и инновационные изобретения, а также посмотреть на проекты других участников. По словам организаторов мероприятия, все участники фестиваля уже победители, поскольку им пришлось пройти нелегкий отборочный тур по всей стране. Из 7 тысяч детей выбрали всего 105. В основном это ученики общеобразовательных школ и детских центров Баркамола-Влот. Это огромное забытие в жизни детского технического творчества нашей страны. Радует всё. Радует основная экспозиция, где так много и судомодельных экспонатов, и авиамодельные, ракетомодельные, автомодельные. Ходят роботы, представлены электронные игрушки. Это будущее электроника, это инженерия, это вообще технический ум нашей страны. Все представленные технические и инновационные разработки делятся на 7 направлений. Это судостроение, электронные игрушки, радиотехника, электроника и связь и многое другое. Кроме этого, в павильоне были проведены мастер-классы для юных техногениев по роботехнике. У нашего робота более 30 функций. Основная — проводить исследования в недоступных для людей зонах. Контроль над ним осуществляется при помощи джойстика в радиусе 3 километров. В этом диапазоне при помощи двух камер можно следить за происходящим в режиме реального времени. Помимо этого, имеется функция передачи данных. Основная цель фестиваля — усилить интерес молодежи к инновационным проектам. Не случайно инициатором мероприятия выступило Министерство народного образования Республики Узбекистан. Министерство народного образования на данный момент уделяет большое внимание развитию и улучшению кружков, которые дают ребенку возможность получить дополнительные знания и навыки, исходя из своих интересов. А на таких форумах мы можем увидеть достижения детей, их таланты. Но самое главное — мы можем стимулировать учеников на дальнейшие победы. По итогам фестиваля победителей ждет участие в дальнейших международных фестивалях и конкурсах. В Духовно-просветительском центре Кито-Поламэ состоялась презентация очередной новой книги. Свой сборник под названием «В гармонии с природой» представила известный узбекский журналист Марья Махмедова. Экологическая безопасность, использование солнечной энергии, защита планет от глобального изменения климата, сохранение частоты воздуха и воды — ключевые темы, затронутые автором в своем сборнике. Приведенные данные она подкрепляет фактами и цифрами. По словам Марья Махмедовой, число растений на планете достигло полумиллиона. Интересно то, что в нашей стране их более 11 тысяч. К тому же 770 из них обладают лечебными свойствами. Но есть и огромное количество факторов, которые ведут к разрушению всего прекрасного. В условиях глобализации сложно сохранить природу в ее первозданном виде. Ежегодно в атмосферу выбрасывается в среднем 50 миллионов тонн углеводорода, 200 миллионов тонн окиси серы, более 2 миллионов тонн пыли и пеплообразных веществ. Совокупность экологических и биологических проблем 21 века требует донести информацию до всех людей. Для этого важна форма и подача материала. Приглашенные гости оценили сборник, отметив, что понятное и доступное разъяснение серьезных проблем делают подачу материала намного интереснее. Штат Тукантин с центральной Бразилии превратился в зону экологического бедствия. Виной тому засуха, поразившая обширные районы, включая гигантский речной остров Бананал на юго-востоке штата. Кайманы ищут спасение от палящего солнца в вязкой глине, откуда им бывает непросто выбраться без посторонней помощи. На выручку рептилиям пришли специалисты Бразильского института окружающей среды и водных ресурсов. На днях они волоком вытащили из грязи нескольких кайманов, обмыли их и переселили в более подходящие для жизни места, где пока хватает воды. В грязевых ловушках оказались не только зубастые хищники, но и домашние коровы. И экологи не оставили их в беде. Но масштабы бедствия таковы, что вода теперь стала на вес золота. По официальным данным, в штате и его столице уже 140 дней не выпадало ни капли дождя. В 11 городах объявлено чрезвычайное положение. Из 27 это вот-вот произойдет. Бурным выражением протеста против сепаратизма сопровождалась в основном мирная манифестация сторонников единства Испанского королевства в Барселоне. Группа людей собралась у заграждений, установленных перед входом в здание правительства Каталонии. Они кричали на полицейских и раскачивали металлические барьеры. Благоразумные пытались остудить горячие головы, урезонивая собравшихся с высоты фонарного столба. Люди пели «Да здравствует Испания» и скандировали лозунги «Степаратисты – это террористы». Над толпой рейл рукописный плакат «Пучдемон. Каталония – не Икея». Это ссылка на замечания премьер-министра Испании Марьяну Рахоя в адрес теперь уже отправленного в отставку главы правительства Каталонии Карлоса Пучдемона. Рахой сравнил референдум о независимости Каталонии с голосованием о независимости Икея. В Таиланде завершились похороны короля Пхимипона Адулиадета, скончавшегося в октябре прошлого года в возрасте 88 лет. Его управление считается самым долгим за всю историю современного мира – 70 лет и 126 дней. Он начал править страной 70 лет назад, в далеком 1946 году, и считался символом нации. Траурные церемонии длились пять дней. В воскресенье три урны с прахом и костями покойного правителя нашли свои пристанища. Одна в усыпальнице монархов династии Чакри в Большом Королевском дворце, две других в храмах Бангкока. В Шанхае накануне запустили крупнейший в мире офшорный ветроэнергетический корабль «Лу Ньюань Джен Хуа-3». Корабль длиной свыше 100 метров имеет самую большую в мире грузоподъемность – 2000 тонн. Грузоподъемность каждого однорогого крюка на корабле достигает 1500 тонн, что намного повысит эффективность установки вентилятора в море. Ключевые укомплектованные блоки корабля, такие как кран, система подъема, пропеллер и система динамического позиционирования, были разработаны собственными силами Китая, что обеспечивает поддержку оборудования для развития морской и ветровой энергетики страны, а также содействует реализации инициативы «Один пояс и один путь». Крупнейшая в Китае индустрия культуры показала быстрый рост выручки в первые три квартала 2017 года. По данным Национального бюро статистики, в январе-сентябре доходы индустрии, связанных с ней секторов, составили 6 триллионов 760 миллиардов юаней, или более 1 триллиона долларов США, что на 11,4% больше, чем в предыдущем году. Отметим, что индустрия культуры в целом это промышленный аппарат по производству единообразных, стандартизированных новинок в сферах искусства, живописи, литературы и кино. В вышеприведенную индустрию в КНР входят предприятия с годовым операционным доходом в размере 20 миллионов юаней, или 3 миллионов долларов США, или выше. Оптовые предприятия с годовым операционным доходом в 20 миллионов юаней, или выше. Розничные предприятия с максимальными операционными доходами в 5 миллионов юаней, или выше. и другие предприятия в сфере культуры и развлечений. Евгений Касперский – глава российской информационно-технологической компании «Лаборатория Касперского». В своем интервью агентству «Ройтер» заявил, что его компанию ждет однозначное падение продаж софта в США из-за подозрения в кибершпионаже. Касперский заявил о том, что против его компании ведется информационная война. В частности, зарубежные СМИ писали о хищении при помощи программ «Лаборатории Касперского» секретных данных Американского агентства национальной безопасности. Также имелось дело публикация о том, что российские хакеры используют программы «Лаборатории Касперского» для идентификации нужных им файлов на компьютерах сотрудников АНБ. На этом фоне правительство США запретило использование продуктов Касперского в государственных учреждениях из-за опасений о том, что у компании могут быть связи с российскими спецслужбами. Сам Касперский отмечает, что компания не сделала ничего плохого и что ее связи с российскими властями касались киберпреступлений, а не разведки. Несмотря на возможные падения продаж на американском рынке, мировые продажи, по прогнозам компании, будут расти. Ученые из Университета Месси в Новой Зеландии, ведущие наблюдения за большими белыми акулами, стали свидетелями игры одной из этих рыб с научным оборудованием. Любопытная рыба длиной 3 метра трижды пыталась разгрыть устройство, размещенное на океанском дне в районе Кермадекского архипелага. Он расположен в тысячах километрах к северо-востоку от северного острова Новой Зеландии. Камера известна как подводный дистанционно управляемый видеокомплект с наживкой, предназначена для наблюдения за морской фауной. Комплект закреплен на металлической штанге. По словам зоолога доктора Адама Смита, он и его коллеги были поражены поведением акулы. Пилот Red Bull Макс Ферстаппин одержал победу на Грам-при Мексики. Для Макса эта победа стала третьей в карьере. Второе место по итогам гонки занял Вальтере Боттес. Два прецедента на титул Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон столкнулись на первом круге, в связи с чем были вынуждены прорываться из клубин пелотона. Феттель финишировал четвертым, а Хэмилтон только на девятой позиции. Надо отметить, двух очков, набранных Хэмилтоном в Мексике, хватило, чтобы обеспечить себе четвертый в карьере титул за два этапа до конца сезона. Льюис за две гонки до конца чемпионата опережает Себастьяна Феттеля на 56 очков, при 50 максимально возможных для получения за две гонки. Швейцарец Роджер Федерер в рекордный восьмой раз стал чемпионом соревнований в Байзеле. В финале домашнего турнира Роджер нанес поражение аргентинцу Хуан Мартину Дель Поттера со счетом 6-7, 6-4, 6-3. При этом в первой партии Федерер дважды вел с брейком и не подал на сет, а тайбрейк начал со счета 3-0 в свою пользу. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. Для Федерера это 95-й титул в карьере и седьмой в сезоне. В рейтинг листе он будет на 1460 очков позади испанца Рафаэля Надаля. Таким образом, если Роджер не снимется с турнира в Париже и успешно выступит там, а Надаль проиграет на ранней стадии турнира, то судьба первой строчки будет решаться на итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Француз Люка Пуе завоевал четвертый титул в карьере и третий в сезоне, победив своего заотечественника Жоу Вильфрида Цонга в финальном матче турнира категории ATP 500 в Вене со счетом 6-1-6-4. Поединок продлился 1 час 11 минут. Это поражение серьезно ударило по шансам Цонга на попадание в Лондон. Теперь он отстает от испанца Пабло Кареньо Бусты на 295 очков. Таким образом, его нужен как минимум выход в полуфинал на Мастерс 1000 в Париже, а также ранние поражения Кареньо Бусты, Сэма Куэрри, Кевина Андерсона и Хуана Мартина дель Потро, либо еще более успешное выступление в столице Франции. Представительница Дании Каролина Возняски переиграла американку Винус Уильямс и стала победительницей итогового турнира WTA с призовым фондом 7 миллионов долларов, который проходил в Сингапуре. Финальный матч, состоявшийся в воскресенье, завершился со счетом 6-4-6-4. Для Возняски эта победа стала первой над 37-летней Винус Уильямс в 8 личных встречах. Возняски впервые в карьере выиграла итоговый турнир WTA. Всего же для 27-летней датской теннисистки титул в Сингапуре стал 27-мым на турнирах WTA в одиночном разряде. Итальянский мотогонщик Андреа Давициозо из команды Дукатти одержал победу на 17-м этапе чемпионата мира по шоссе на кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Гран-при Малайзии. Давициозо в воскресной гонке на трассе Сипанк показал время 44 минуты 51,497 секунды. Вторым стал испанец Хорхе Лоренц, уступивший победителю 0,743 секунды. Замкнул тройку лучших француз Йоанн Зарко. Лидер общего зачета испанец Марк Маркес занял четвертое место. В заключительный день турнира по гольфу Champions Дастин Джонсон все же приобщился к рекордным достижениям PGA Tour, но уж точно остался недоволен своим выступлением. Лидер мирового рейтинга так и не сумел выиграть третий чемпионат мира в течение одного календарного года, чего ранее еще никому не удавалось. Вместо этого Джонсонс повторил антирекорд тура, растеряв в финальном раунде преимущество в шесть ударов. Своё выступление Дастин начал с двух подряд боги и прошел первую девятку на два удара хуже пара, что до поры не мешало ему уверенно удерживать лидерство в гольф-клубе Sheshan International, где участникам состязания пришлось бороться с сильным ветром. В сложных погодных условиях ошибались все без исключения прецеденты на титул, включая и Джастина Роуза, который после 54 лунок проиграл лидеру в восемь ударов. На этом наш выпуск завершен. До встречи на телеканале Муз-репортера. Муз-репортера.